да и дар ваша шоу 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 е камон камон всем приветики с вами дейдера 2 они 1 и о чем мы сегодня поговорим все довольно таки легко и интересно сегодня мы поговорим о файл фэнтези 15 чтобы более было эпично мы поговорим о файл фэнтези 15 очень много интересных о ней споров и рассуждений вы можете на просторах интернета увидеть но я хочу все-таки о своих наверное поговорить во первых почему-то многие хаят эту игру хотя на самом деле в не открытый мир она очень долгая очень интересно если вы будете проходить сторонние квесты и то что после сюжет именно после сюжета да когда вы загрузите игру то есть вы прошли всю игру посмотреть там секретный ролик все такое вам предлагается хранится вы сохраняйтесь обязательно сохраняйтесь загружайтесь и вы можете вы прям перед последним боссом короче там точка вы можете перенестись в прошлое и все такое и путешествие и там открываются новые квесты самое главное и что я советую во первых зачистить все денжены очень клевая вещь также вы получите оружие выбивать вообще все трофеи я выбил платину я выбил платину это было тяжело мне потребовалось очень много часов не помню когда я выбил это было 70 часов или даже чуть больше может около 80 есть там тяжелые боссы есть там интересные моменты сюжет в принципе легкий честно скажу сюжет они сделали почему-то так чтобы вы могли его без проблем особо пройти чтобы вы могли так пробежать за около 30 часов там основной сюжет если так особо не отвлекаться на второстепенное задание там одно два допустим три выполнил я выполнял прямо я прям играл такой так сейчас хочется меня не знаю тросепенное задание выполнил сейчас я хочу не знаю пойти туда сходил сейчас я хочу сюжет выполнить ну вот так вот очень интересная штука по поводу концовки этой игры в принципе она поговорим попозже сначала я расскажу что во первых бонусы давали за предзаказ вот этого вот издание это издание первого дня давали в комплект дополнительное оружие меч мосамуны плюс еще давали по моему фотокамеру сейчас у меня там а да фотокамеру давали потом у меня вон там постер висит но не буду вам показывать он там на стеночке и оружие из файл фэнтези девять оружие седана кто помнит такого надеюсь многие помнят кто играл файл фэнтези девять это главный герой кто не знает это мага реза такое четкое оружие но кстати почти всю игру у меня было и одно из самых четких оружий но потом самое четкое оружие вообще в игре кукри ульриха или как как так они называются короче я расскажу вам про финал свое мнение так что кто не хочет слышать спойлеры могут на этом моменте в принципе выключить или промотать на несколько минут я там как-нибудь помечу каким-то может эффектом или чем что типа закончилось это дело так вот финал многие спорят на все от финала потому что он действительно получился необычным скажем так довольно интересно мне он понравился но все почему-то видят его по-разному и я хочу сказать что увидел я главный герой короче ноктес он победил злодея скажем так для этого ему пришлось в будущем как бы объяснить убить себя войти в эфирный мир такой и там в этом эфирном мире он там остались остатки вот этого главного злодея и он с помощью там друзей с помощью воспоминаний любви там там своих там родственников и близких он как бы чисто надавил на эти остатки и это такой нет все типа это есть и так распался но в то же время почему-то многие думают что ноктес умер но после нескольких концовок которых мы можем увидеть после титров мы понимаем что с одной стороны это не так мне кажется что дело было так он как бы попрощался с этим миром и сказал да типа ребят мы уже не увидимся потому что они сидели у костра и он как раз жалко что-то типа на последний костер что-то и как я думаю он как бы победил это в главном злодея и просто с помощью собаки с помощью умбры переместился в прошлое в котором уже нету как бы этого злодея или может быть он снова его не сильно это объясняется но я думаю что он его как бы уничтожил и все он исчез потому что он жил бесконечное количество времени он просто исчез из времени он то есть переместился спокойно съездил на свадьбу и поженился на луна фрея также луна фрея по сути в сюжете умерла ногтис тоже в конце сам себя типа убил чтобы попасть в этот эфирный мир и победить всех но есть теории другие есть такие теории что как бы ногтис умер что друзья его умерли потому что в эфирном мире он видел вот своего типа друзей но друзья появились на пару секунд что говорит что возможно они просто как воспоминания или что и что они выжили в то же время их не показали они пошли драться там с монстрами короче скажем так и они в принципе непонятно выжили или нет но судя по тому что там сказали без ногтис они там 10 лет по моему сражались по одиночке причем по одиночке каждый там вообще слепой игнец сражался с монстрами без проблем их побеждали и не думаю что они умерли также я думаю что как бы это теория миров как всегда параллельных типа этот мир он как бы переместился до 10 лет он прошло и в этом мире он как бы умер но он в то же время вернулся с помощью умбры в свой свое прошлое и в принципе все там исправил я по крайней мере так думаю как на самом деле тоже непонятно нигде нету прям основной теории я что-то не видел там пытался вчера найти честно чтобы прямо мне объясняли что типа до особо в деле разработчик говорил вот это 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 нет если найдете книги мне вот ссылку киньте мне я почитаю мне интересно реально а теперь можете снова меня слушать включаться 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 так вот Мы поговорили про конец, а теперь поговорим о разных штуках, очень интересных, о которых вы можете пропустить. Основная сюжетная кампания очень короткая и, честно, за эти, грубо говоря, 30 часов, даже 30 с чем-то, не важно, мало всего происходит и основной экшен у вас пойдет в, я скажу, по-моему, после 11 эпизода. С 11 эпизода, там, как вы поедете, короче, в другой город, там будет Левиафан, вы поймете, короче, и до самого конца будет экшен. Но самое крутое, вы открываете для себя, либо при прохождении различных квестов, либо после прохождения игры, когда вы загружаетесь и снова в открытом мире, вот в этой огромной-огромной карте, во-первых, куча подземелий, во-вторых, куча боссов, которых вы должны убить, типа, огромный птиц, который вы видели в самом-самом начале игры, в том числе Феникса, в том числе еще различные, короче, высокоуровневые и крутые боссы, также есть подземелья, которые вы стопроцентно не зачистили все, всего их в игре получается 13. В сюжете вы открываете где-то половину, не помню, 6-7, именно в сюжете, когда вы играете, вы будете прямо их проходить. А остальное вы должны найти сами. Вы можете либо просто по карте там шастать, либо, если будете выполнять второстепенные миссии различные, вас будут просто везти, типа, иди туда, там, сфоткай что-нибудь, или это, и вот, смотри-ка, тут меч, иди-ка туда, возьми его, ну, заодно уж шастать пришел. Или, там, есть подлическая одна могилка, там, скажем так, где должен быть захоронен меч, но она разрушена. Она разрушена и рядом, на самом деле, прямо вот, где-то на карте она здесь, а вот здесь, вот, настоящая, и вам нужно пройти туда, сделайте огромный, пройти лабиринт, очень, кстати, тяжелый, это одна из самых тяжелых локаций, где этот меч, и в конце там будет такой босс, такой, что-то типа дракона, скажем так, и вы его побеждаете, и, типа, из него, как бы, выпадает меч, он, типа, какой-то мега охранник меча, и это самый, наверное, такой был тяжелый босс в денджинах, скажем так. Но потом, со временем, когда вы зачистите все-все-все денджины, во все сходите, даже есть один без меча, но вы должны в него сходить, появится такая бабушка, у нее возьмите квест, вам дадут специальный ключ. Вы, наверное, заметили, что есть двери такие, которые вы не можете открыть, вам дадут ключ от этой двери, и вы сможете без проблем ходить в уже высокоуровненный денджин, это денджин в денджине, то есть вы заходите в этот денджин, доходите до этой двери, и это, ну, минут 10-15, да, заходите, и в этом денджине, не бойтесь, там есть лагеря, то есть автосейф есть, обычного сохранения, правда, нет, но автосейф каждые примерно 15-20 минут там, вот, есть некоторые, один денджин есть вообще-то, идет полтора-два часа, остальные идут, в принципе, только 30-40 минут, ну, грубо говоря, 1-2-3, где-то 2-3 от костера, и значит, все, все босс. Там, типа, вам нужно победить великое зло, и оно очень высокого уровня, что я советую вам. Также я советую вам попробовать сразиться с Адамантузом, но, но, намного позднее. Сначала прокачайтесь до максимального левела, потом посмотрите желательно на ютюбе, как убить его быстрее, потому что Адамантуз такая сволочь, его реального времени надо мочить 2 часа, 2. Если вы посмотрите, как его мочите, есть уже умелец, который мочит его что-то за 10-20 минут, но там нужен, во-первых, какой-то уровень, какая-то еда специальная, то есть, посмотрите, наберите этих скиллов разных, когда вы сможете быстрее его пройти. Или же, он несложный, у него просто много жизни, вы можете докачаться прям чуть ли не до максимального, да, 90-го, там, какого-нибудь 9-го левела, может, я 90-го левела, я вообще шел по-моему, по-моему, 70-го, что ли, на него, ну, можете посмотреть у меня там старых видео. Вот так вот. Так как мне звонят, мы сделаем легкую паузу. Йо-моё, да-ты-боё. Ребята, это продолжаем, мне тогда позвонил телефон. Так вот, насчет Final Fantasy XV. Многие ставят ей почему-то незаконные 6 баллов, 5 это, ну, 6 в основном. Это очень мало для такой игры, она очень масштабная, я считаю, она крутая, и, честно скажу, она на уровне, для меня, по крайней мере, она на уровне Ведьмака и Metal Gear Solid V. Реально, я считаю, самые такие четкие вот три игры на PlayStation 4, самые прям, в которых я готов почти бесконечно играть, это Metal Gear Solid. Йо-моё, да-ты-боё, опять заед. Ан-сяс. Пипец, как я люблю говорить по телефону, да? Ну, вы могли подумать, на самом деле, просто человек звонил и не мог попасть с первого раза, он, я не успел взять. Ну, Final Fantasy для меня лично на уровне тех игр, которые я говорил, то есть, Ведьмак 3 и MGS 5, моя личная оценка, когда я играл, и мне все вообще нравилось, я с удовольствием проходил всякие второстепенные квесты и тому подобное. Да, есть не самые лучшие квесты, да, есть это, но для меня она была 10 из 10, по моим первым впечатлениям, даже когда я прошел игру, это шикарный сюжет, мне понравилось, что-то там просирается к сюжету. Ну, блин, вы должны вникать в сюжет, проходить вот как раз такие, читать там всякие газеты, слушать радио, как бы говорить с людьми, и тогда вы больше будете вникать в него. И он раскрывается не только, когда вы идете, идете по сюжету, идете, идете такие, о, здесь прошел, здесь, о, тут я не послушал, что они говорят, да, тут послушал. Надо все слушать, и тогда вы все прекрасно поймете. Насчет конца у меня теория вот такая была, ну, вы слышали. Ладно, с вами был Daedar 2, играйте в Final Fantasy 15, MGS5 и Ведьмак 3, потому что это самые, пока я считаю, лучшие, наверное, игры на PlayStation 4. Да, также они есть на Xbox, также есть на Кампе, но на Кампе нет пока Final Fantasy 15. Она, может быть, выйдет через год. Ну, не факт, ребят. Так что играйте, не пожалеете, честно вам скажу. Если вы прямо, ну, любитель RPG-шек таких, и экшен-RPG, все, с исключением MGS, короче, Ведьмак 3 и Final Fantasy 15, это экшен-RPG. МГС, это такой, как бы сказать, стелс-экшен, вот. Ну, в принципе, клевые экшены, и вообще шикарные. Ну, ладно, с вами был Daedar 2, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь где-то. Но не важно! Ну, ладно, всем бай-бай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!